Петр сказал народу, что вы удивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием своим сделали то, что он ходит. Бог прославил Иисуса, и ради веры во имя Его, во имя Его укрепил всего. Вот что мы можем взять из этого отрывка, описывающего удивительное событие, бывшее после воскресения Христа, после того, как Господь наделил учеников великой силой Духа Святого. Но человек исцелился от болезни, как ее определяли по тем временам, мы не знаем, просто хромой, может остимелит у него был, костное заболевание неизлечимое, сегодня мы ему стали ногу резать, стержень вставлять. Тогда ничего этого не было. Надежда была только на Бога. И это чудо пришло. И вот апостолы, все внимание людей обращают на Иисуса. Человеческая плоть, она привязывается к подобному себе, как и птицы слетаются к подобным себе. Сразу же прославят Петра. Мало того, люди обогатворяли их, считали за богов, как апостола Павла, дважды же в жизни. Это дважды мы только считаем в деяниях, а может было и больше. Быков привели, хотели жертву принести, считали его Ермием. Это бог людей, тех, которые занимаются искусством, поэзией, высприне речи. Ну а в Арнаму посчитали за Весу. И здесь люди бросились прославлять Петра. Апостол Петр отпарировал все эти словословия в сторону Иисуса. Он мгновенно нашел возможность проповедовать о Христе. Не так. Это Иисус сделал. Иисус, которого Бог прославил. И это сделано во имя Его. И имя Его исцелило. Имя, имя, имя. Чье имя? Иисуса. Человек уже в первые дни после основания церкви склонен был на место Христа поставить кого-то. А вот если бы с учениками здесь была Божья Матерь, это вполне допустимо. Потому что она была одна из последовательниц Христа. Она была вместе с Ним всюду. Она была при кресте. Она была при воскресении, когда Он воскрес. И в день в пятидесятнице Божья Матерь была там. Она могла быть с учениками, когда они входили в храм и когда они исцелили этого человека. И сразу по сегодняшним меркам, ну ясно дело, что Святая Богородица спаси нас. И пали бы перед ней. Что бы она ответила? Я немало не сомневаюсь, что Дух Святой ей вложил бы те же самые слова, что и апостолам. Она бы никак не могла сказать иначе. Она бы сказала, что мы такие, я же такой же человек. Во имя Иисуса Христа это исцеление произошло. И именем Его прославленным исцелен сей. А Божьей Божьей Матери никого нет. Обстановка резко изменилась, когда церковь стала господствующей, государственной. Великое обмерщение вторглась в церковь. Выход был только один. Начать благовествовать. Вчера гнали христиан, а если ты христианин, как вот при советской власти, твой диплом, высшее образование, ничего не значит. В кочегарку. Нанизу пирамиды, социальные лестницы, там будешь сидеть всю жизнь. Поэтому не было смысла никакого учиться тогда. Высшее образование, закончил человек, получил, диплом не дают. А если дали, крест так на этом. Тем более, если ты христианин истинный, и будешь свидетельствовать. А вот Константин пришел к власти, мгновенно все изменилось. Кто христианин, занимайте должности. А вчерашние все пошли под увольнение. Вчерашнюю думу распустили. И в церковь хлынули искатели счастья. Кому нужны были чины. Но находились люди верующие, искренне верующие. Такие как Антоний Великий, Макарий. Они понимали, что так жить нельзя одним днем. Нельзя жить только ради зарплаты, ради высокой пенсии лезть в депутаты. Есть еще служение Христу, служение народу во имя Христа, во имя Иисуса Спасителя. И они ничего лучше не придумали, как, чтобы не погибнуть в этой обмерщенной церкви, уйти вообще от мира. И они ушли в пустыню. Это ход малодушных людей. Людей, которые не были прилеплены ко Христу. Выход был только один. Обмерщение. Что нужно было сделать? Зараза. Проказа. Понятно, что делать. Нужно было идти ко Христу, первосвященнику, который осмотрит, если найдет на тебе язву, он определит тебя, что ты больной, и начнется исцеление. Откуда мы знаем? И Слово Божие. Притом Слово Божие абсолютно определенно говорило, что священники обязаны были осмотреть и определить, насколько распространилось на человека проказа. Определенно было. Номинальных христиан в церкви стало большинством. Но спасение было только в ожиотворении, в возрождении свыше в проповеди, а этого вообще не было. Самые сильные, мужественные, глубоко верующие люди покинули видимую церковь и ушли в пустыню. Стали отдельно там молиться, отдельно каяться и в затоинство ставить себе, что никого они не видели. Когда Ануфрия впервые встретил там Серапион, тот говорит, поверь, последние 60 лет я никого не видел и леса человеческого, как Мария Египетская, а только зверей. Да и зверей они всегда видели. Явно, что это путь не указанный Богом. Это люди самовольно решили делать. А во имя Христа надо было исцелять этот мир. Даже маленькую веру, если бы заметили в них. Нужно было говорить так, как написано. А сегодня, если человек исцелился, вот читаем, вышла книга про Самсона. Никакого Бога нет. Бог Самсон. Как бурят, тонул, я говорю, ухватился за валун и кричит, ой, русский Бог Никола, спаси меня. Живя среди староверов, он никакого Бога Иегова, никакого Христа не мог узнать. Он знал Никола. На каждом шагу Никола, 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 Никола. Почему бы он не говорит, что это мне помог с урожаем, это мой Иисус воскресший. Вы слышите, как часто повторяется Пасха Господня, Пасха Красная, Пасха Искупление. А слово Пасха, это не куличи, которые едим. Можно рот закрыть, а уши надо открыть. Пасха это избавление. Это исход. Вот где стоит слово Пасха, там ставьте слово избавление, исход. Избавление красное, избавление чистое, избавление единственное. Я в вакуум видел это избавление. Все, где Пасха стоит, или как слово Крещение, там слово погружение, ставьте. Это в оригинале так стоит. Так и здесь. Так выходит избавление во Христе. Это непрерывно. А считаем Акафи и Ксения Петербургская. Да никакого Бога нет, одна богиня. Богиня Ксения. Вот считаешь, кончится, и как будто никакого Христа нигде нет. И сегодня составляют жития, и десятки раз их переделают, их на доработку отсылают, и чтобы ни одного изъяна в человеке нигде не было. Недавно напечатали, как делать новое жития сейчас. Те, которые говорят, да мы жили, это было. Не надо, люди, чтобы не осуждали. Не надо смущать малых сих. То есть шлифуют, стилизуют, выдумывают. А о Христе написано все, как было. Все. И об апостоле Павле мы знаем все, что написал Лука. И о Петре знаем, что он отрекся. Мы знаем о Давиде все, потому что это Библия, что он впал в страшные грехи. А про этих святых, считаем, ничего нет. Это маленькие башки. По-другому никак не скажешь. Почему в конце жития бы все не обратить на то, что это сделал Господь, а то во имя Его воскреша, а то во имя Его спасителя, как Петр сказал окружающим его. Деяние 4.6, где провозгласили Варнаузелсом, а Павло Ермием. Деяние 12.23. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями и умер. А ком? А о том. Тут вместо ирода можно поставить любого, который не Богу воздал славу. Бог говорит, славу моей никому не дам. Никому не дам. И на этом надо было бы закрепиться и все время проповедовать и говорить. И тогда бы взор от Христа не отводили. Премудрость 14.16. А потом этот утвердившийся временем обычай соблюдаем был как закон. И человека уже почитали как за Бога и как Божество. Вот сегодняшнее чтение Деяния апостолов останавливает нас от чрезмерного прославления человека. Мы всех святых, которых прославила церковь православная, признаем. Но говорим, все, что они сделали правильно во имя Христа. А что сделали неправильно, это там, где Христа не было с ними. Там, где Христос, написано, верующий в нее не грешит и лукавый не прикасается к нему. Не так, что один и тот же грех и непрерывно. Значит, все время надо стремиться, чтобы имя Иисуса прославлялось. Во второзаконии 18.7 говорит, и будете служить на новой земле во имя Господа Бога. Все, что мы делаем, делаем во имя Господа Бога. Он избрал нас, даровал нам церковь, даровал общину во имя Господа Бога. Захария 10.12. Господь говорит, укреплю их, Господи, и будут ходить во имя Мое. Поэтому сказанные слова апостолами не были новинкой для евреев. Они непрерывно слышали в пророчествах, что все, абсолютно все во имя Его. Чтобы слово Иисус, слово Христос, слово Бога Иегова с нашего языка непрерывно сходил. Ничем мы их не подменяли. А только скажем, у нас есть такие святые, перечислили и все. Подражать вере тех, которые проповедовали Евангелие, взирая на кончину их жизни, если она была во Христе. Евангелие Лука 24.47 говорит, что и будет проповедано покаяние и прощение грехов во имя Бога во всех народах, начиная с Иерусалима. С Иерусалима и до Барнаула во имя Его. Все во имя Его. Нам нужно полную, абсолютную ревизию в умах людей сегодня делать. Собирается, разговаривает и что бы ни сказал. А что, вы Божью Матерь не признаете? Ну как же не признаю? Я каждый день ей молюсь. Ну а почему говорите, что неимому иные помощи нельзя молиться? Это отречение от Христа, неимому. А так не, моли твои неимому. Как это неимому? Кроме Христа неимому. Вот это мы можем сказать. Евангелист Иоанн 5.43 стих показывает великий, последний этап человечества. Которая отвергалась постепенно маленькими шажками от имени Иисуса Христа. И к чему они придут? А то нам только кажется, что внезапно раз печать на лоб поставят, не продать, не купить. Все. Антихрист пришел. Нет. Антихрист идет мелкими шажками подтягивать к себе. И написано, Христос сказал, я пришел во имя Отца Моего, и меня не приняли. Но иной придет во имя свое. Так вот, чтобы иного приняли во имя Его, здесь переходные ступени идут. Маленькие люди, Наполеона, Сталина, ну как за Бога почитают. В церкви та же самая история. Это мы говорим, знаем, а у католиков со своей каталенге. У них своих прославляют. Канонизируют гонителей православных, на совести которых тысячи убитых православных, они их святыми делают. Не надо удивляться этому. Подобный один из них у нас, Иосиф Володский, канонизирован. Он все время ратовал и давил на то, чтобы казнить и казнить еретиков. То есть это один из самых великих инквизиторов православия. Ничего не сделаешь. Но во имя Христа этого нельзя было сделать. Хотя Христос сказал, и будут убивать, и будут думать, что служат всем Богу. Послание к римлянам 1.5. Чтобы мы, зная Христа, уверовав в Него, принять Слово Божие в сердце своем, во имя Его покоряли, верят все народы. Не во имя какого-то святого человека. Не во имя самого великого человека и самого святого. А во имя Христа. И мы не можем показать, подражая кому-то. Это потом, когда человек по обстановке живет тут в каких-то трудных обстоятельствах. Мы скажем, ты ходишь за скотиной, а вот был святой Власия. Вот так. Тебя послали гусей пасти. А мы скажем, а был святой такой Трофим. Вот тоже пас гусей. То есть в этом вопросе, скажем, твоя специальность, она не погибельная. Вот кузнец какой-то, мы скажем, был такой. Все время будем указать, но только и всего. То есть на том месте, где тебя Бог нашел, можно спастись. Потому что впереди тебя кто-то прошел, и во имя Христа спасся. Послание к евреям 6 глава 10 стих. Апостол Павел говорит, то, что мы делаем, то, что совершаем, это все во имя Христа. И Господь никогда не презрит тот труд, который Он назначил совершать, если Он будет во имя Его. И вот этот небольшой отрывок сегодняшнего посла, деяния апостолов, пусть нас побудит, что искать не чудотворчество, а великую силу Божию в обращении людей. На первых порах, это по грубости людей, такие были чудеса, говорит Янжел Тавус. Ну, конечно, удивительно было бы. Я пришел сейчас в больницу, а у нас там брат лежит после операции, ногу ему там, кость вырезали. А я подошел бы и сказал, во имя Иисуса Христа, я вижу, у тебя в глазах уже вера появляется. Встань и ходи. Он бросил бы свои костыли и пошел. Конечно, прекрасно. А Златоуз говорит, я не нуждаюсь в этом. Я верю, Бог все может. Нас более должно интересовать, а может ли душа уверовать во Христа? Может ли она восстать от вечного омертвения, от спячки? И тогда мы можем вместе с Петром сказать, и это совершено во имя Его. И то, что мы сейчас говорим, идем по городу, и сегодня пойдете свидетельствовать опять, это все во имя Его. Аминь. И в Евангелии сегодняшнее такое считалось. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 23 стих. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Об очищении очень много спорят. Как правильно очистить себя от грехов? У нас и у католиков большая разница, не говоря уже про сектантов, и не говоря то, что сравнить с апостолами еще. У нас порядок такой, чаще исповедоваться, чаще причащаться, а если священник каждый день литургию совершать, ни одного этого слова в Евангелии нет, чтобы вот чаще, чаще. А нужно однажды отдавшись Христу жить, как Господь заповедовал, а литургию тогда можешь совершать каждый день. Исповедоваться можешь каждый день. Но исповедь будет та, что ты будешь его прославлять на каждой исповеди. И причащение будет не в осуждение, а во славу Единородного Сына Божия, во славу Вечной Пасхи. И далее. Опять та же самая история. Иоанн говорит, что вы смотрите на меня? Я всего лишь жених. Ну что, я всего лишь сказать, друг жениха, а радуюсь жениху, который пришел, ему должно расти, а мне умоляться. Сегодня мы, если всех святых, которым непрерывно, акафисты или во имя кого названы храмы воскресить, они бы сказали, Христу должно в вас родиться. И восходить выше и выше, возрастать, а нам умоляться. Это слово любой святой сказал бы, раз я вам сказал, а почему-то не сказал бы Николай, чудотворец. Почему бы не сказал Паисий Великий, у старообрядцев Паисий и исполняет роль выводителей из адов. Вот был такой и начинает там уар. Вот ему если помолиться, даже удавленник из ада вытащит. Ну дайте возрасти Христу. А возрасти Христу, значит дать возрасти Его Слову. Тогда человеческий вымысл от ничего не останется. Итак, Он говорит, тот кто свыше и говорит слова, которые от Отца. И никто не принимает слов Его. Это мы сегодня слышали. Это как будто сегодня. Мы начинаем беседовать с людьми, не с сектантами, а с православными. Не принимают. А что вы все за Библию беретесь? А что вы все с Библией как сектанты, как баптисты? Свыше Христос, говорит, и никто не принимает. Но слово «никто» означает большинство, потому что ученики-то это приняли. И никто не принимает. А рожденный свыше принимает слова свыше. И он понимает, что если не подтверждается словами Христа, то пользы никакой нет. Книга Левит 13 глава 35 стихи говорит, что если после ощущения человека распространится на нем паршивость, то объявят ее священник к нечистым. Если после крещения мы впадаем в какие-то грехи больше, священнику дана эта власть, объявить тебя отлученным, заключить тебя под епитимию, пока не очистишься. Вот откуда наши правила-то. А об ощущении речь шла. Я говорю о слове «ощищение». Как очиститься человеку, который не веровал, дальше как уверовал, а потом как стал членом церкви. И он все равно же согрешает где-то. Все мы согрешаем много. Как опять очиститься? Псалмопевец Давид 11 глава 7 стих. Псалом говорит так. Слова Господни, слова «чистое серебро, очищенное от земли в горниле, в семь раз переплавленное». Вот к какой чистоте мы прибегаем и которая нас очищает. Исайя 1.6. От подошвы ноги до темени головы не очищены. От подошвы ноги я понимаю так. Во-первых, на грешные дела идем. А во-вторых, ноги не прекрасны, не идут на благовестие. Очень просто. И до головы голова не прощищена Словом Божьим. Господь говорит, вы очищены через Слово, которое я вам проповедовал. Исайя 6.7. Явился Серафим, взял клещи, провел по устам и сказал, грех твой очищен. И вот чистые уста твои. Толкует так, что это ложечка, которую священник прищищает. Причастие в рот берешь, и ты очищен. Прекрасно. Но чтобы это случилось, вперед в уста твои. И открой уста твои, а наполни их, говорит Господь, Словом Твоим. Чтобы мы были очищены через великое Слово Великого Иеговы. И тогда великое причастие будет в очищении. Пророк Иезекииль 16.4. Тоже говорит об очищении. О том, когда родилась, я проходил, ты лежала в грязи, и не очищенная, и пуповина твоя была не обрезана. Это он говорит о церкви. А где же очищение? Мы знаем где. Стань, крестись, и омой грехи твои. В святом крещении, во втором послании Петра 1.9, он говорит впереди о том, чтобы добродетели покажите рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание и терпение, братолюбие, братолюбие и любовь. Ну, ясно, характеристика написана. Спасенный человек. А в ком этого нет? Всего нет. Тот забыл об очищении прежних грехов. У мусульман так, барашка приведи, заколи, и через это очистишься, и думаешь, как они далеки, и как бедны, несчастны, что они не знают ощущения через Пасху Христову. Впервые ощущение для евреев по-настоящему прозвучало, когда ягненок был зарезан, и кровью помазали косяки и перекладину. Послание к евреям 1.3 показывает, что он, Иисус, с собой совершил очищение. Божественный Агнец сошел на землю, воплотился от Девы Марии, принял плод человеческую, как мы все из плоти, и он никак не мог умереть, пока бы плод не принял. Дети были причастны, мы все его дети. И он воспринял, чтобы умереть и смертью своей, и сразить силу, имеющую державу смерти, то есть дьяволом. Евреям 2.14. И 9.8 говорит, и во второй раз Христос явится не для спасения, а для ожидающих, не для ощущения, а для ожидающих во спасение. Ощущение только в этой жизни. Явится не для ощущения. Почему вы в основу это не взяли? Вот эти заупокойные молитвы подряд за всех молятся, вот этот один стих все перечеркивает. Я это во второй раз не для ощущения, а для ожидающих. Когда ожидающих? Не там. Речь идет о здешнем. Здешнее переходит на вечное. Здесь ожидали, там придет. Откровение 3.18. Я тебе советую, Господь говорит, у меня купить золото огнем очищенное. Золотом называет Слово Божие. Спрашивает, а где Слово Божие называется золотом? Действительно, вот так. Слово Божие и золото так не написано. Но Псалом 25.11, притча 25.11 говорит о том, что слова это золотые яблоки на серебряном подносе. Слова мудро сказанные. И отсюда можно прямо сделать вывод, что самые мудрые, самые золотые слова, это слова Божие. И самые золотые, самые серебряные уста, это уста Христа, которые вирекли, то есть во Святом Евангелии. Во 2-й книге Маковейска 14.36, когда одержал Израиль победу, золотили Иерусалим, и язычники осквернили храм и стали его освящать. И осветили и сказали, и ныне, святые Божие всякой святости, и сохрани навеки неоскверненным сей недавно очищенный дом и загради уста неправедных. Это о храмах говорится, которые осквернены были большевиками, нечистыми местами, теперь их возвращают. Но главное то, что тела наши, которые дьявол осквернил блудом, неверием, объедением, пьянством, зловещим всеми грехами, Господь очистил. И это теперь его храм, я приду и вселюсь в них, и все время надо молиться, Господи, да будет этот храм неоскверненным более. По милости Божьей у нас вышел материал в 15 томе, открытым оком, где есть свидетельство 74 человек, как Господь из капища делает храмы живые. Вы еще более приблизитесь к Богу и друг другу, и поймете, какие усилия Господь совершил по отношению каждого из тех, кто у нас в общине. Как люди перешли через Слово Божие, как их Бог сохранял через Слово Божие именно в церкви. Слово «ощищение» встречается в 142 раза в Библии, и Слово «ощистить» в 122. Я посмотрел это более 200 раз. Если 200 раз человеку напоминать, надо «ощищать», это, наверное, надо. «ощищение» для нас во Христе и даровано в церкви через исповедь. «Священие» куда на власть от Бога очистить нас во имя Иисуса Христа. Исайя 1.16. Он говорит «ощиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Вот она где причина. Это исход из Египта. Выйти из Египта, то есть из греховного мира, хотя ты с семьей живешь и что-то, но теперь ты трудись для Господа. Я вижу, некоторые или не знали, или не слышали, что мы служим Господу душою и телом, и только на 100%. Если возлюбить Господа всем умом, всем сердцем, это означает, чтобы в душе все было посвящено во имя Его, и тело также, и дома, и особенно в храме на богослужении. Придя сюда в храм, постарайся все абсолютно забыть, что мешало движению вперед. Господи, я пришел, чтобы приблизиться к Тебе, а мы приближаемся через молитвы. На молитве все не понимаем, что-то по-славянски, но хоть до того, что понятно, цепляйтесь. Песнопение некоторые даже до конца не знают. И поклон совершайте истинно. На лоб, на чрево, на право, на лево руку, на сети до конца, делайте с усилием, придавите тело. И поклон нужно сделать такой, чтобы рука могла пол достать, не просто чуть-чуть колебнуть по-сараблячески. Мы уже неоднократно говорили. Почему? А это и означает наше служение Богу во имя Его. Матфей 3.12 Определенный Господь очистит гумно свое и очистит лопатой, и очистит ветром. Ветер отогонения, скорби, печали, искушения. И он лопатой, как раньше зерно подбрасывали, ветер дует, мякино отлетают. У нас еще, я каждый раз говорю, отпадения еще будут. Те, которые несмиренные, которые дерзят, кому недорога наша община, а они отойдут в сторону. Матфея 23.26 Фарисей слепой очисти прежде внутренно с чаши. Ну, слово фарисей относится к евреям. Ну, вот сегодня Христос пришел бы, слова эти сказал, а люди сказал. Ну, все знают, что они живы и действенны. Ну, а кому бы он сказал? Ну, представьте, вот стоит сенот, патриарх, епископы, священники, дьяконы и мы. И сказал, фарисей. Патриарх в сторону отошел, я не фарисей. Епископы все сразу, о, конечно, не про нас. Но никто же так не сказал. Даже ученики сказали, не я ли Иуда. Даже не просто фарисей, а предатель Христа, и ты должен себе это найти, а не я ли. Может, я действительно уже и не замечаю, я предаю тебя на каждом шагу. Итак, это обращение и к нам, и к священнику. Ты фарисей? Ты тоже фарисей? Итак, очисти внутренность чаши. Какие мысли, как разговариваем, как молимся, как исполняем молитвенное правило, как готовимся к причастию, насколько искренне соблюдаем посты. 1 Коринфянам 4.7 Лука 4.27 Говорится, и никто не очистился, кроме Неймана. А почему? Целая страна Израиль, призванная Еговой. И вдруг никто не очистился. Господь говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. Какой будет ужас, если Господь скажет, я у баптистов нашел веры, что такое не нашел даже в Христово-Движенско-общении православной. Вот только вдумайтесь в это, сегодня уже хочется с колен не вставать, плакать и рыдать. Поэтому я постоянно говорю, мы можем оказаться просто карикатурой на христианах. Внешне, да, мы сумели сделать у нас порядок за этим наблюдателем, но за внутренним человеком наблюдателей не поставишь. Ты сам должен на страже стоять, как Аввакум, чтобы внутри эта пасха была непрестанная избавление, избавление от грехов. У Даниила 10.15, вернее, 10.15, говорит, что, Деяние 10.15, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Надо узнать, что Бог очистил. Многие еще этого даже и не знают. Очищены, не очищены, а вот этот взялся, это не так, не протради, если не вкушает. Крестное знамение совершил молитву, очисти Словом Божьим, и всего тебя чисто. Нечистого ничего нет, нечисто и внутри, потому что осквернена и ум и совесть. Мы говорим, о чем спорили, об очищении. Где и как нам сегодня нужно думать об этом. Иаков 4.8. Очистите руки ваши, исправьте сердца двоедушные. Значит, твердо надо верить. Спасение во Христе и спасение через Слово Божие. И это забудешь, запомни два слова Христос и Библия, с тебя достаточно. Никуда от Христа не отойду, я от Библии не отступлю. Все, два слова запомни, Христос и Библия. Вы уже очищены через Слово. 1 Петра 1.22. И он послушанием истины говорит, мы очищены, очистили души наши послушанием истины, Христу. И 1 Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи праздником, очистит нас от всякой неправды. Исповедовать друг перед другом, признавайтесь. Исповедовать, приходя на исповедь. Да и всюду должны говорить об этом. Наше свидетельство перед миром не должно проходить без того, чтобы не сказать. И я такой же был. Скажет, да я, да далек, да не знаю, я такой же был. Да я ничего не знаю, я неграмотный, памяти нет. Нет, я точно такой же. Но он очистил через Слово. И даже немножко память стала лучше. Послание к эпизианам 5.26. И он очистил нас банью водную. Это баня водная не только крещение. Это освящение воды. Это икропление, когда священник. И главное, баня водная, это непрерывно, чтобы прикасались к Слову Божию. Оно называется водой. И баня водная, самое главное, будет спрошено, это крещение Духом Святым. Сие сказал о Духе Святом, приходя, идите ко мне и пейте, которого имели принять верующие. Мы должны точно так же погрузиться в Дух Святой, быть крещены Духом Святым, как крещены в водах, когда трижды погрузились. А в Духа Святого должны погружаться каждый день, чтобы совесть была пробужденная, чтобы она не судила нас нигде, а мы должны сверяться по Слову Божию. Итак, если выйдет где-то спор об очищении, люди скажут, а я вот такая грешница, делала аборты, воровала, душа томится, скажи им, Христос умер за нас. Очищение в крови Иисуса. Крови Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Без пролития крови нет прощения грехов. Запомните одно, нас очищает кровь Иисуса Христа. Она очищает нас в крещении. Она очищает нас в пресчищении ежедневно, когда на нас нападает сатана. Мы скажем ему, сатане скажем, отойди от меня, я искупленный чадо Христа, я мытой кровью его, да запретить тебе Господь и отойди от нас. Аминь. 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 Аминь.